Зарядное устройство Ugreen с поддержкой технологии Quick Charge 3.0, то есть быстрой зарядки, с одним USB портом и по очень, ну очень, в принципе, хорошей цене. Если вам это интересно, смотрите далее, мы рассмотрим все более подробно. Итак, второе наше зарядное устройство из посылки Ugreen с USB Type-C кабелем. Давайте посмотрим сразу кабель. Приходит, как вы видите, тоже в фирменной Ugreen упаковке, Deluxe Computer Cable. Здесь наклейка, что мы имеем, какой кабель. USB Type-C, здесь USB Type-C и 1 метр длиной. Смотрите, коннектор и контакты позолота идут, позолоченные. И на USB обычный, и на USB Type-C. Ну и длина 1 метр данного кабеля. Есть фирменные маркировки от Ugreen. Ugreen. Зарядное устройство с поддержкой Quick Charge 3.0. Как вы видите, упаковка полностью запаяна, запечатана в пленку. Посмотрим, что нам здесь по спецификациях обещают. 5 Вольт 3 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера, 12 Вольт 1.5 Ампера. Максимальные выходящие 16, нет, 18 Ватт. Это мы все проверим. Кстати, данное зарядное устройство, если у вас одно устройство с Quick Charge 3.0, достаточно так же. Достаточно гуманная цена, там стоимость его где-то 9 долларов была. Так, вот наша зарядочка. На тыльной стороне у нас продублированы все характеристики, но смысла нет, я вам все озвучил. А для сравнения, вот зарядное устройство с двумя USB портами, которое было в прошлый раз, и АОК с двумя USB портами быстрой зарядки. Итак, тестировать, как всегда, мы будем с помощью набора данных устройств, которые часто вы видите у меня на канале при обзорах таких вот зарядных устройств, либо пауэрбанков. Подключаем. Итак, что мы видим? 12 Вольт 2 Ампера в ходу, так скажем, уже есть. И обратите внимание, там у нас заявлено 18 Ватт максимальное, а здесь у нас уже 24 Ватт выдаёт. То есть, как вы видите, за заявленных 1,5 Ампера на 12 Вольт без проблем поддерживает наше устройство. Вот как раз 1,5 Ампера, 12 Вольт и 18 Ватт. Всё как и должно быть. 9 Вольт 2 Ампера, да? 9 Вольт. Как вы видите, 9 Вольт 2 Ампера есть. Точно так же всё соответствует заявленному. И 5 Вольт 3 Ампера. Хотя, смотрите, здесь 9 Вольт 2 Ампера, это уже 19 Ватт. Если данное зарядное устройство использовать как не быструю зарядку, а как обычную зарядку, что вполне возможно из-за того, что не все устройства, к примеру, Quick Charge поддерживает, то смотрим. 2 Ампера свободно, 5,03 Вольта. 3 Ампера свободно, это максимум, что можно выжать с данной нагрузки. В принципе, у меня больше не будет. Здесь 15 Ватт, то ещё есть, так бы сказать, задел на будущее. Как мы видели, там 24-25 Ватт, с неё выжимать полностью можно. Но не каждое устройство будет тянуть сколько. Как вы видите, Quick Charge 3.0 при 12 Вольтах, 1,5 Ампера, это будет более чем достаточно для большинства устройств. Как вы видите, данное зарядное устройство полностью соответствует всем заявленным характеристикам. И сейчас мы проверим ещё на стабильность. Итак, по поводу стабильности работы данного зарядного устройства, как вы видите, у нас вольтаж 12,43 Ватт. И нагрузка у нас 1,599 Ватт. Ну, 1,6 Ватт я выставлял Ампер. Максимально у нас 19, ну не максимально, а по точно 19,87 Ватт. График, обратите внимание, ровный. Спадов, провалов, просадок нет. Всё держится стабильно. Проработало в таком режиме максимальной нагрузки, даже больше, чем максимально, больше, чем заявлено, 2 часа 10 минут. Хороший результат, и за такое время любое устройство при быстрой зарядке зарядится. Итак, наше зарядное устройство, вот оно, подключено к нагрузке после более чем 2 часов. Уже больше под нагрузкой, в максимальной нагрузке в работе. Как вы видели, 1,6 Ампер, 12 Вольт. Давайте сейчас посмотрим по температуре. Где-то максимальная, которая, вот как вы видите, ага, 42. 42 максимальная температура. И это оно продолжает работать. А если попробовать руками, то оно ощущается просто тёплым. И не более тёплым, даже не горячим, просто тёплым. Ну и для того, чтобы проверить данное устройство в реальных, так скажем, условиях, и заодно проверить наш USB Type-C кабель, мы используем вот такой вот повербанк Xiaomi, который поддерживает быструю зарядку. 12 Вольт, 1,5 Ампера. Итак, смотрите, сейчас у нас 5 Вольт, 0,0 Ампер. Мы подключаем наш повербанк и смотрим картину. 5 Вольт, 5 Вольт и 12 Вольт, 1,6 Ампера, 1,7 Ампера. Как вы видите, нагрузка даже больше, чем заявлено в нашем зарядном устройстве. И заряжается нормально. Так что, если делать выводы, то данное зарядное устройство хорошее, как вы видели, работа стабильная, нагрев небольшой и полностью соответствует всем заявленным характеристикам. Вкупе с тем, что цена, так скажем, неплохая, не сильно дорогая, то получается достаточно хорошее зарядное устройство. Ссылки на вот эти вот зарядные устройства я оставлю в описании под видео. Также на тестер, нагрузки, тем, чем я тестирую, потому что бывает, спрашивают ребята, также вы найдете в описании под видео. Ну и всем, кому понравилось или было полезным данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Ссылки вы найдете в описании под видео. Делитесь данным видео с знакомыми, друзьями, в соцсетях. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока!